Папа наш, надеемся, что приедет в данный момент, он переезжает с садов уже. Если они не переедут до среды, то будут обрабатывать сады ядом. Агроном сказал, чтобы они переехали в вторник среда, дал им время для выезда. Вот они эти дни ездили, Иван хотел приехать домой, звонит и говорит, не могу, поехали искать место, куда дальше переезжать. Нашли место, где Акацию будет стоять, таблички доставили свои, где в прошлом году стояли, приехали, уже таблички других людей стоят. Ну а сейчас переедут, все-таки нашли они РАПС, здесь недалеко от нас. Нашли место, где есть РАПС, вообще РАПСа нигде не вижу, но вот нашли один РАПС, им надо дней пять перестоять, потому что Акация уже набирает цвет. Им сейчас немножечко перестоять, ну и как раз этот мед будет для развития семей. Семьи не успели развиться, у нас в этом году ранняя весна. Ранней весне радуюсь только я, а природа немножечко встревожена, у нас нет дождей. Сегодня радуга красивая была, сегодня тучи сбежались, а дождик раз-два-три капнул. Я говорю, парням, говорю, парни, пошли поливать. Никита с Валерой фаршем занимались, я сегодня мясо закупила, а мы с Ромой пошли поливать. Рома там шланчик поправлял. Ну, у нас шланг хороший, напор хороший, поэтому вот такие вот дела. Завтра у нас Ринат с Ярославом выходят в детский сад. Так позвонила я и сказала. Не знаю, насколько Ярослав выходит, Ринат совершенно здоровенький, уже просто не хочет идти в садик. Да, они мне, если честно, не мешают. Знаете, эти двое деток, в этот раз я Ивану сказала, они мне чем-то Маудли напоминают. Но уже всё равно. То есть мы к ним и так, и так, и так. А они вот настолько привыкли жить в своём мирочке, вдвоём находиться в комнате, в тишине какой-то. Они могут... Вот Ярослав, если он встал, и я на кухне что-то делал, он каждые полчаса прибегает. Мама кушает, мама кушает, мама кушает, мама кушает. Но если они проснулись, они ни за что не выходят. Я их учу, учу, сама постоянно бодрствую. И окошки специально приоткрою, шторочки, чтобы заглядывать. Чтобы если они проснулись, чтобы они сразу-сразу вставали. Не выходят. Сидят вдвоём в комнатке. Вот Ярослав качается. А Ренак тихонечко на кроватке чем-то играется. Да, размышляю. Первый раз у меня такое. Сейчас, в данный момент, уже неделю Ярослав спит со мной. Мы вообще с ним, Снежана с нами, мы спим вообще в гостиной, раздвигаем диван. И спим там. И всё это из-за Ярослава. Ярослав ложится так, я ложусь так, Снежана, диван там большой. Всё это из-за Ярослава, потому что я сплю и ночью держу его за ручку. Потому что дети, очень детям тяжело. Я вчера говорю, давай, Ярослав, неси свою подушечку, одеялко будем стелить. Он заплакал. Я говорю, ты не хочешь с нами спать? Нет. Он как вот переезд куда-то это рассматривает. Я говорю, да иди в свою кровать, ложись, я тебе не мешаю. Пошёл, лёг. И дети начали, Костя начал жаловаться, чтобы Ярослав шумит, качается. Я говорю, ладно, видите его сюда. Он пришёл. Уже когда полежал там чуть-чуть, клам уже весёлый пришёл. Сегодня вообще с удовольствием пришёл. Я сплю с ним и ночью держу его. Вот он вот так лежит, а вот здесь я. Я держу его руку постоянно. И он пока вот со мной не качается. Только начинает. Я говорю, сына, не надо. И вот его ручку. Вчера такая руку ещё. Он, мама, вот она моя рука, вот она. Дала ему. Взяли за ручки. И спим так. Ну и у Леони. Говорю, сплю, держу его за ручки. Он говорит, мама, ты помнишь? Ты Ване делала точно так же. А я уже и забыла, что я Ваньку тоже за ручку держала. Да, потому что Ваня тоже очень долго не мог засыпать. Качался тоже, кстати. Но он молча качался. Он засал пальчик. Я его от этого отучала. И вот сейчас Ярослав со мной. Я так же держу его за ручку. Так же засыпает со мной. Утром просыпается. Я с ним балуюсь. Шучу. Он смотрит на меня. Он не привыкший к этим шуткам. Сейчас он такой, мама, мама. Я иду мимо него. И такая, как будто нападаю на него. Такая прям идут такая. Защекотать его. Ему это нравится. Но не привыкший еще ко всему этому привыкнет. Но первый раз. Обычно маленькие дети махом. Танютка у нас, она долго как-то как-то как ягоза бегала, но она все равно уже нуждалась. Они пока как будто бы не нуждаются ни в ком вообще. Они ни родную маму не вспоминают. Вот как будто не нуждаются. Вот они привыкли так жить. Страшно, что детки оказываются в такой ситуации. Я на самом деле не думала, что так все запущено. То есть, глядя на ситуацию, я понимаю, что дети были постоянно одни дома. Видать, постоянно. И настолько они были приучены редко есть. Если их вот не снимать с кровати, мне кажется, они вообще не попросят никогда кушать. Но я надеюсь, что общими усилиями все будет хорошо завтра. Сейчас уже Ярослав мне говорит, мама, ну почему завтра в садик? Ну почему завтра в садик? Я не хочу в садик. То есть, садик не хочет. Завтра рыдать будет. Ну, поведу его завтра в садик. Ульяна говорит, мам, я поведу. Я говорю, нет, дочь, я поведу его завтра в садик. Буду говорить, у него текут сопельки. Я была тоже у парикмахера. Она говорит, что у ее ребеночка, у сыночка тоже текут сопли. Они тоже ходили в платную, тут у нас есть платная клиника, туда ходили, там некаппараты, что-то назначили. Я когда спросила, говорю, помогло, помогает, не был ответ такой для меня, который я хотела бы получить, что да, все классно. Ну вот какие-то, знаете, может три дня ничего нет, а потом раз и потекло. Ну просто водичка, потому что мы же вообще Ярослава привезли, у него что там творилось. У нас у Максима до 10 лет, до 11 мы ждали вырезать, не вырезать, прошло все. И вот у него тоже, у него хроническое, там видно прям, хроническое, застуженное все. Но ничего, вы знаете, что я заметила еще? Помимо медицинского лечения, никакого самолечения с ними особо я не провожу. Но мне, я вот вспомнила, что дети, я их помню раздела, разула, и они у меня все лето во дворе по камушкам пробегали. И у них настолько укремился иммунитет, что сейчас тоже, как только солнышко, я их на улицу. Выходите на улицу. Тепло на улице, они целыми днями на улице. Выходите. Что это? Я не знаю. Но будем смотреть, будем лечиться. Сейчас вот на этой неделе буду записываться в платную клинику. У нас на этой неделе, у нас планы такие мне, ульяне сейчас будем делать. Мы поменяли паспорт, нам надо сделать свидетельство о рождении, вы понимаете? Ой, свидетельство о рождении мы получили, документы о смене фамилии и отчества мы получили. Сейчас нам полюс нужен. А чтобы получить полюс, надо переделать постановление договора, еще не переделали. Потому что паспорт мы вот только получили. И теперь нам надо к хирургу. Мы будем хрящики ульяны на руках вырезать. Она очень сильно комплексует из-за них. И вот у нас сейчас ждем постановление. Получим. И сразу делаем полюс. И только тогда бежим к врачам. Иначе все встало. Ну, как раз она сейчас доучится. И лето. Я думаю, что мы это сделаем быстро. И летом сразу будем делать операцию на ручках. Потому что ручки у девочки, у дочки порублены. Тот, кто не знает, что Ульяна была до нас в другой приемной семье. И там случился несчастный случай. Были порублены ножиком ручки. У нас есть видео на эту тему. Я рассказывала о знакомстве. История не очень приятная, чтобы ее во всех роликах рассказывать. Но главное, что мы хотим починить ручки. Пришли тоже к доктору. И он говорит, наколки на руки. Я против наколок на руки. Смотрю, у нее глаза загорелись. Он ей говорит, хрящики уберешь, а чтобы у нее сильные швы, чтобы этих шрамов не было видно, делай себе наколки на руки. Я так против этих наколок. Я не хочу. Девочка с наколками. Она такая нежная. А у нее глазки загорелись. Сейчас же это все модно. Еще и доктор советует. Конечно, доктор, наверное, будет более в авторитете, чем мама. Подростки в таком возрасте часто ценят советы чужих людей, которые им, как сказать, листят уху. Тоже буду сейчас ложиться отдыхать. Девочки, наверное, тоже уже 11 час. Я одна в разъездах. Завтра с утра всех развезу. Поеду в город. Там пришла продукция Фаберлих. Надо забрать. Надо Владик посылку прислал. Покупает инструменты там. И завтра уже надо в Боксбери забрать эту посылку. Поэтому надо ехать. Все забирать. И ванна нет. Потом приеду готовить кушать. Пообещала завтра детям сделать лазанью. Сегодня я говорю, Валера крутит фарш. Говорю, что делаем? Лазанью или котлеты? Никита лазанья. Все кричат лазанья. Валера кричит котлеты. Я говорю, ну большинство крикнуло лазанья. Давай лазанья. Валера каждый день котлеты. А котлеты, говорю, послезавтра будем делать. Так что не переживай. Все будет нормально. Завтра лазанья. Послезавтра много котлет нажарим. Приеду, буду кушать котлеты. Также развозить детей по музыкальным, по репетиторам. У Снежанки завтра тренировка. Также в Курганинске ее опять на тренировку. Так что делаем вот так. Папа наш в данный момент переезжает. Пусть у него все будет хорошо. Пусть переедет. И скорее приедет к нам домой. Потому что мы все уже по нему соскучились. До скорой встречи, друзья. Спасибо, что были с нами. 15-20 минут. Нету? А что, они не крутятся? Ничего не там. Кручу, кручу. Кручу, левчу. Распределение? Наливайся. Все, быстро-быстро. У Ивана времени нет. Я только приехала в разъездах. У нас сегодня примерно за 30 температура. Чуть-чуть капни, поди сюда. Сюда? Угу. В полстаканечка. Все. Не хочет Иван ждать. Но я его прошу подождать. Потому что он приезжает. Маслица наливай. А, я уже наливала. Да. Все, пусть нагревается. Насыпай сюда сухарики на эту. Вот так. Потому что никогда не хочет брать. А потом, на самом деле, никогда не хочет. Ребятами все съедают вечером. Ну, представьте, сейчас будут трудиться. Сегодня в 4 утра еще трудились. Вчера приехал домой. И перчик. Сухой чесночок. Что, Сержанна? Можно мне эти штаны с подболкой одеть? С косточкой от этого костюма? Да. Ну, надо постирать только. Сегодня я хотела, чтобы тебе вчера сказала. Или это уже постирано? Это постирано. Точно? Мне кажется, нет. Да, по-моему. Одевай. Все. Просто фарш. Просто фарш. Лучок взбила на измельчителе. И даже одну третью часть от хлебушка. И все. Все. Адыгейская соль у меня тут посолила. И все. Такого сезона пчелиного у нас еще не было. Каждый день. Меня Иван сегодня хотел отправить в Краснодар. с некоторыми ребятишками в парк Голицыно сходить. Да, в Сафари-парк сходить. Я говорю, не поеду никуда. Не поеду. Так чувствовала. Что он вчера приехал домой. В 9 часов вечера заходит. Ему позвонили. Все. Уезжаем. Уезжаем закрывать. Поле будут травить. Полетели. Все. Закрыли. Пчелу брали. Сейчас приехал. С утра приехал домой. Где-то в 12. Говорит. Все. Можешь ехать в город. Бери детей. Ну, я прям чувствую, что нет. Я не спокойно буду отдыхать там с ребятишками. Говорю, давай лучше, если вечер будет, здесь сходим. Кафе дружная семейка есть тут. И комната детская. Сходим туда. Все. Никуда не поедем. Сейчас поедем место искать. Уже поговорил по телефону. Сейчас поедем место искать. Переезжаем. Переезжаем. На кассу. Завтра откачивать будет этот мед, который вот насобирали. Цветочный. В субботу. На акацию. Акация обычно цветет так. Там цветет, там цветет. В этот раз везде сразу цветет. Апрель месяц. Сегодня 20. Какое число? Пятая. Пятая. Спасибо, сыночка. Валера кричит. Пятая. И такая жара стоит. За 30 сегодня. Прям духота, духота. Дождя нет. Может быть где-то и стоит дождь. Дня два назад. Вот ровно три капли было. И все. И ничего нет. Ну хорошо, что хоть сезон начался. Но такого сезона, как в этом году, еще не было. Я без Ивана тоже зашиваюсь прям. Не знаю почему. Может быть добавилось. У нас теперь больше детей ходит к репетитору математика русский. Трое. Это их в разное время возить. А также на музыкалку. Кто-то спросил, ходит ли Снежана на тренировку. Ходит. Снежана оставила фортепьяно. Объясню почему. С тоской. Но тренировку и фортепьяно поставили в одно время. Во вторник специальность сольфеджио. Если специальность можно подстроить, то сольфеджио не подстроишь. Там у всей группы. А у нас как раз тренировка. И я Снежане сказала. Хватит рваться. Мы тот год прорвались. Точно так же было. Говорю, хватит рваться. Давай оставим тренировку. Как она разрыдалась. Ну в какую. Я говорю, что тогда оставим? Фортепьяно? Она говорит, да. Но она дома будет. Она всегда мечтала. И сама брынкала. К нам ходит учитель. Два раза в неделю. В среду и в субботу. К нам домой. Представляете, какое счастье. 300 рублей. Один ребенок. Трое детей учится. Сейчас быстро упаку и поедет. Уже сегодня надо ездить домой. Сейчас пропарятся котлетки. Проводила Ивана. Сейчас дожарю котлеты с фарша, который остался. И время-то уже 10 минут 8. Махом. Сейчас знаете, что хочу? Была такая прям переписка под видео, где я показывала свои закупки с Фаберлик. Здесь интересно эти, как они. Сейчас я открою. Коктейль. Коктейль. Протеидный коктейль. Веган. У меня именно. 450 грамм. Еще это вишня и шоколад. Понравился мне. Из чего он состоит? Мне понравилось, что... Так. Белки. Белки. Комплекс из двух белков. Изолят горохового белка и рисовый белок. Растительные жиры. Растительные жиры легко усваиваются организмом, улучшают работу. Что снижает? Хочешь, чтобы побыть здесь? Побыть, ну садись. Ногти только не грызи. Хорошо. Улучшают работу пищеварительной системы, печени, желчного кузыря. То есть проявляется улучшение моторно-эвакуаторной функции кишечника. Что способствует снижению веса. Что мне и надо. Совсем уж этот вес обнаглел, никуда не уходит. Это какой-то караул. Буду брать еще. Буду вам рассказывать. Вы же сами просили показывать то, что покупаем. Но сегодня не показалось. Сегодня макаронные изделия закупала. Масло сливочное. Шпигачки сегодня дети кушают. Не до этого было просто. И вот здесь какие еще есть коктейли? Банан, шоколад, черная смородина, клубника. Капучино. Про них. Это именно веганский. А тут протеиновый коктейль с коллагеном. И еще с чем-то надо подробно читать. Но я буду, когда покуплю себе какой-нибудь, я обязательно вам покажу. Вот сейчас хочу. Вода должна быть не больше 60 градусов. Его надо в шейхе или делать. Но у меня нету. Не больше двух раз в день. Ну, мне некогда. Я вот первый раз сегодня пью. Вчера тоже один раз пила. Но надо два раза. Здесь мерная ложечка. Высыпаем. Это как ты, дочь. Ну, ты сейчас попробуешь. Ты, наверное, такой не будешь. Это для взрослых, для похудения. Я толстая. Я, говорит, толстая. Ну, пробуй. Я же молчу, ничего не говорю. То есть это я почему его убираю? Его можно взрослым не больше два раза в день. На 200 грамм на кружку воды. Ну, и вообще разговор такой был. Нравится ли мне продукция Фаберлик? Я не знаю почему, но я всегда относилась положительно к этой продукции. Я же говорю, мы с Иваном только поженились и сразу познакомились. Это было 20 с лишним лет назад. Познакомились с этой продукцией. И вот когда все лингвинские жили, приятельница начала этим заниматься. Ну, она серьезно занимается. Она там какой-то у них, не знаю, как это называется, но ведущий специалист. Это ее работа. Она именно зарабатывает деньги на этом. У нее офис. Ну, и я как бы всегда хорошо относилась к этой продукции. Вот он от этой ложки такой густой стал. В шейкере он вообще хорошо. Надо шейкер в петельную. Сейчас дам, попробуешь? Я, говорит, толстая. Поэтому, так же попробовала порошки. Сегодня и вчера. Пей, если хочешь. Сегодня и вчера пользовалась гелем для черного белья. Очень понравились кондиционеры. Для гелем, для деликатных тканей пользовалась. Также порошок белый, белое белье и цветное. А запахи какие в ванной стоят. Но мне нравится, что я нормально реагирую на эти порошки. У меня, я не задыхаюсь. То есть я нормально реагирую. Поэтому там заявлено, что они против аллергии. То есть гипоаллергенные. Ну, я не чувствую никаких. Не чешусь. У меня вот датчик. Я один раз в фикс-прайсе набрала. Так, потом все выбрасывала. Не знала, от чего избавиться. Ну, а тут никто ничего пока не чешется. И на запахи нормально реагируют. Проводили мы нашего папу. Дети на улице. Сейчас буду уже скоро загонять. Сейчас я дожарю котлеток. Спасибо, что были с нами. Как вы поняли, это уже был второй день. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что поддерживаете нас. Пишите нам хорошие комментарии. Подписывайтесь. Новых подписчиков очень много. Спасибо вам большое. Мирного неба всем над головой. Спасибо огромное. До скорой встречи. Пока-пока. 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 Я говорю, толстый. Буду пить коктейль. Пока-пока. 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 Продолжение следует...